Николаю Ивановичу Данилову очень дорога эта книга, в которой рассказано о подвиге 17-й стрелковой дивизии народного ополчения. Именно в ней его отец начал свой путь на войну. В этой дивизии в 13-14 полку мой служил отец. И дивизия попала в окружение. Некоторые вышли, части из окружения. Ну, наверное, мой папа не вышел или погиб, или попал в плен, я этого не знаю. Мы получили извещение, он пропал без вести. 17-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения в основном состояла из рабочих и служащих предприятий Москворецкого района. Еще не завершив формирование, дивизия получила задачу занять оборону Москвы. В боях она потеряла до 80% личного состава, среди которого был и Иван Иванович Данилов. Его сыну Николаю в ту пору было чуть более 10 лет. Именно тогда, в 41-м, и был совершен первый налет на Москву немецкой авиацией. В Ковыжукову потом поставили зенитную часть. Здесь была батарея в Каленовке. В Каленовке нарушалась связь. Вот я с ними, с связистами ходил вроде, как вот, знаете, помогало вроде по лесу пройти, где чего-то. Вот они прокладывали линию на берегу. Но я мог влезть на дерево вроде, посмотреть там провод, висит или не висит, и все. В воздушной атаке на Москву участвовало более 200 самолетов-фашистов. Противник сбросил 100 тонн фугасных из 45 тысяч зажигательных бомб. Советские истребители сбили 12 бомбардировщиков противника. Огнем зениток были уничтожены еще 10 немецких самолетов. На территории Ленинского района, так же, как и по всей области, стояли орудия. На южной стороне Жукова располагался штаб-зенитный полк. Было три батареи. Была в роще недалеко от Тимухова. Другая батарея была, где деревня Видная и где Каленовка. С 22 июля Москва фактически была прифронтовым городом. Бомбардировки не прекращались до декабря 41-го года, когда Красная Армия перешла в контрнаступление. Но впереди были еще долгие годы войны. Семьи теряли своих близких. Мой папа и папа моей жены ушли на фронт добровольно. Я считаю, что они ушли защищать семью и родину. Потому что родина, они здесь родились, а семья у них осталась. У моего папы остался я, а у моей жены остались четверо. Николай Иванович счастлив тем, что его внукам передалось уважение к прадедам Тихону Петровичу Балакиреву и Ивану Ивановичу Данилову. С их фотографиями они шли в бессмертном полку. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.